Привет, друзья! Меня зовут Ирина Набок и вы находитесь на моем канале Grand Nail. Сегодня я хочу вам показать вот такой дизайн. Буду использовать 4D гель под фирмой TATNail. Сама баночка так себе выглядит, но работать с этим гелем мне очень понравилось. Также я буду использовать гель-лак нежно-розовый номер 50. Он не оседает и достаточно плотный. Для того, чтобы ваш гель-лак хорошо ложился на кисточку, не нужно давить вообще. И самое главное, что кисть должна лежать параллельно ногтю. У меня есть набор кистей вот таких вот. Буду ими делать непосредственно нашу лепку, потому что здесь очень удобные кисточки, которые мне подходят для этой работы. Я определила, что мой дизайн будет вот в этом уголочке. Сначала размещу листочки. Для этого я со всеми новой палочкой беру небольшое количество геля. Я его никак не формирую, просто разместила и все. Также мне понадобится жидкость для обезжиривания. Беру кисточку, двоечку, и начинаю формировать свой листочек. Делаю в нем прожилочки. Теперь возьму еще небольшое количество геля. Размещу с этой стороны листочек. Этот гель можно немножечко сначала размягчить для более легкого формирования. Не обязательно сушить каждый элемент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что это замечательная альтернатива. А акриловые липки, особенно для тех людей, которые акрилом не работают. Ну, таких, как я. Я постоянно мочу кисточку от жидкости. Вот такие перышки у меня получаются. Можно уже даже белыми оставлять красиво. Этого 4D геля хватит, не знаю, на тысячу лет, мне кажется. Уже и мода пройдет, потом заново пройдет, потом опять пройдет. У них все у вас будет. Теперь беру, формирую три кружочка. Сделаю вниз небольшие лудрения, типа ягодки, что-нибудь. И поставлю на просушку. Сохнет он быстро достаточно. Теперь на свою палитру я взяла вот такие витражные гель-лаки. 17 номер. Зеркальный плеск, алый называется. 35 номер. Он такой зеленый, цвет бутылочного стекла. Индиго, 0,2. Такой синенький будет. Сначала буду закрашивать свои листочки. Все прожилочки будут сейчас проявляться. Можно поплотнее сделать, можно посветлее. То есть получается вот этот витражный гель, он немножко стекает. И прожилки, которые мы делали, они все проявляются. Серединочку можно подобавлять потемнее, побольше красочки. И начинаем закрашивать лягутки. Добавлю немножечко синенького. Чуть-чуть. И растушевочку. Просушу в лампе. Теперь возьму ту же кисть и коричневую красочку. Краску я тоже использую фирмы Татнеил номер 08. Теперь прокрашу между листиками, между всеми своими элементами. Теперь возьму плоскую скошенную кисть. Беру на нее немножечко краски и сделаю растушевочку. Также можно смешать черную и коричневую краску. И добавить немножечко те места, где нужно более темный оттенок. Точнее в уголочке. Сделать эту работу более тонченной. Немножечко в углубление наших ягодок поставить. И небольшие можно еще нарисовать такие завиточки. Можно поставить на просушку. Также можно для большей рельефности белой красочкой и сухой кистью немножко подчеркнуть прожилочки. После чего жидким топом прокрасить весь наш дизайн. Таким образом, чтобы все прожилки оставались на месте. Поэтому нужно использовать именно жидкий топ. Потому что 4D гель его вообще можно не перекрывать. Если вы, например, делаете там кружево какое-нибудь. После чего буду крепить свои стразы. Немножко бульонок. Старайтесь не перегружать ваш дизайн стразами. Вот такой дизайн у меня получился. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал Grand Nail. Смотрите меня в соц. сетях ВКонтакте и в Инстаграме. Также под тем же ником Grand Nail. И всего вам хорошего. Удачной вам работы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok